У Собянина 7 заместителей, а в Севастополе у губернатора уже 9. Ну, круче просто. Значит, это лишний раз подтверждает то, что на сегодняшний день, ну, сегодняшний губернатор ничего из себя не представляет, ничего не может, ничего не знает, ничего не умеет. То есть это, наоборот, показатель того, что первое лицо города, высшее должностное лицо, ничего из себя не представляет, как специалист, как профессионал, я говорю, о идти качественно. Добрый день, дорогие севастопольцы. Добрый день, Сергей Анатольевич. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Традиционно в серии передач, о чем говорят в Бен-Али, то есть у вас мы поднимаем злободневные вопросы, обсуждаем, рассуждаем там и прочее, предполагаем, так сейчас модно говорить, это я предполагал. И вот с этим такой интересный вопрос. Ну, вы, наверное, знаете, что у нас правительство Севастополя пошло на увеличение. Сколько было у нас? Ширь, что ли, или как? Ну, нет, сколько у нас было заместителей у нашего великого этого губернатора города-герой Севастополя? Восемь. Восемь. Вы знаете, что у нас добавился еще один, девятый. У него клюшка покруче, и он сейчас будет обводить всех и прочее. Что можете сказать об этом? Как ваше мнение? Нужен ли нам этот городе девятый? Для чего он нужен? Какие функции он будет выполнять? Ну, какие функции? С чем связано? Я понял ваш вопрос. Ну, давайте мы исходить будем из другого. И кто это? Как его фамилия? Мы не будем обсуждать личности. Ну, Иванов, короче, пришел. Личности не имеет значения. А вопрос в другом. Население Севастополя сегодня официально по переписи 600 тысяч. Неофициально, ну, более миллиона. Полтора говорят. Ну, более миллиона. Москва, значит, на сегодняшний день официально, по-моему, 12 или 13. Неофициально 40. Неофициально 35. Ну, говорят 40. Ну, пусть будет так. Значит, у Собянина 7 заместителей, а у Севастополя и у губернатора уже 9. Ну, короче, просто. Значит, это лишний раз подтверждает то, что на сегодняшний день, ну, сегодняшний губернатор ничего из себя не представляет, ничего не может, ничего не знает, ничего не умеет. То есть, это, наоборот, показатель того, что первое лицо города, высшее должностное лицо, ничего из себя не представляет. Как специалист, как профессионал. Я говорю о этих качествах. Вот. Поэтому 9 заместитель у него. Но, к сожалению, нужно признать то, что это все зарплата, которая берется из бюджета города. Ну, понятно. Потом они пишут, что нам нужны дотации, у нас там минус, катангенс, тангенс и все остальное доплатите. И туда мы все... Добавьте. Да. У нас с вами, по-моему, 31 орган власти, это департаментов, извините. Мы же город федерального значения. Структура, да. 31 структура власти, ну, я имею в виду там департаментов, потом управлений, главных управлений. А зачем вам столько? Ведь на каждого нужно здание. У каждого, допустим, департамент городского хозяйства, вот я буду соврать, там 500 чиновников. У департамента по общественной безопасности 308, если мне не изменяет память, это ДТП, да. А это здание, к которому они находятся, нужно обслуживать, нужны деньги, чтобы оплачивать коммунальные услуги, аренду и все остальное, да. Далее, это сколько денег, кто считал, вот надо тоже, кстати, вы сейчас потолкнули на идею, надо обратиться в совет наш, чтобы дать запросы губернатору Севастополя, во сколько нам обходится содержание аппарата, не путайте, есть аппарат губернатора, который там возглавляет. А это именно, во сколько нам обходится правительство, члены правительства, создание, вы же знаете, ленинскую милицию бывшую. Ленина 66, ее сейчас отдали под капитальный, там, под правительство. Они там все ремонт, надо зайти, а вы туда не попадете, пока нам обходится правительство. Для сравнения, мы уже не один раз говорили, много раз говорили, что в Севастополе у нас было, нравится это или нет, когда мы были в запросов на поле Украины, 600 или 700 чиновников с депутатами на город, да, и расходы были у нас намного меньше, чем сегодня, поэтому у нас денег нет. Или мы хорошо живем за счет налогов и штрафов, которые нам с вами выписывают, пиндюривают, да, поэтому вот я бы прокомментировал так, что, а нафига нам столько чиновников, вот так вот, нафига они нам нужны? А у нас карьерный рост должен быть у людей в городе. Подождите, я не умничаю сейчас, не хирую, не хочу превращать серьезный вопрос какой-то там посмечу. Я еще раз хочу подтвердить, что 9 заместителей, это уже перебор, это уже круто. Почему опять же молчат депутаты, ну мы знаем, почему депутаты молчат, потому что там подавляющее большинство, это Единая Россия. А губернатор города, это секретарь партии Единая Россия. Ну да. Вот и все. Партийный принцип. Да, поэтому я скажу, что партия власти, а у нас по Конституции запрещена узурпация власти. Но опять же, кто эту Конституцию соблюдает? Только народ простой, а Единая Россия это не соблюдает, она действительно же узурпировала власть. Везде, в регионах и в Госдуме, даже в Совете Федерации. Ну да. Поэтому, вот если коротко, я бы сказал так, что то, что я сказал. Понятно, Сергей Анатольевич, спасибо огромное. Формировать новое правительство города Севастополя. А, спасибо. Новых депутатов. Ну да, это 2024 год. Да, не за горами 2024 год, выборы. Предложим департаменту правительству Севастополя вместе с губернатором уйти в отставку. И депутатам законодательного собрания города Севастополя, в связи с тем, что они неэффективно работают, за исключением одного-двух человек, уйти тоже в отставку. Вот, самое классное решение вопроса, и быстрее Севастополь начнет развиваться, севастопольцы начнут больше улыбаться. Бенали и Волков не будут умнички дразнить правительство Севастополя и его губернатора. Вот, ну, я бы так вот закончил, наверное, сегодня. И гемори России и Роснажаев не должны занимать какие-то посты в городе вообще. Я бы поднять. Я забыла на путь? Все, вот это путь. Нужно быть контролируем. Больше, чем в Севастополе принято. То есть у нас уменьшили. Мы все делаем для севастопольцев, никто ж не спорит.